Вечер добрый. Слушаете вы свое радио. Опять же, надеюсь, в постоянном и привычном для себя режиме. И, как всегда, в программе «Живые» два часа с восьми до десяти вечера в этой студии живая музыка, живые музыканты, живое общение. Все, в общем, как всегда. Нового абсолютно ничего. Даже исполнитель сегодня, который зашел к нам на огонек, давным-давно не новое имя. Ну и в программе уже пятый раз. Лидер. Поговорим об этом чуть позже. Традиция все-таки есть традицией, поэтому мы ее нарушать не станем. Сначала песня, а затем уже будем разговоры разговаривать. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. По плачущей земле, не чуя сапогов, наш обескромленный отряд уходит от врагов, питаясь на ходу щавелевым листом. Ночуя в буераке под калиновым кустом, нам отдохнуть нельзя, бегом, бегом, бегом. А наши якобы друзья засели за бугром и смотрят, как нас бьют, не отрывая глаз. И только длинные дороги полностью за нас. А вы, три слезы, отдохни немного. Я русская дорога, я русская дорога. Отходи, а я тебя прикрою грязью да водою. Но по уши в грязи, в воде до самых глаз, через какой-то срок враги опять догнали нас. И бьют еще сильней, вот-вот и порешат, но лютые морозы к нам на выручку спешат. Отходи, отри, горючие слезы, мы русские морозы. Заморозим, заметим тоскою, поманив Москвою. Природа на войне, нам как родная мать, но есть время хорониться, а есть время наступать. И вскоре объявились мы во вражьих городках, и стали все крушить вокруг, разбили в пух и прах. Порвали на куски, размолотили в хлам, и добивая, объясняли стонущим врагам. Запомните загадочный тактический прием. Когда мы отступаем, это мы вперед идем! Вместе с холодами и лесами. Впереди Сусанин! Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога! Спасибо! Скажем так, сторожу программы «Живые» Игорь Растеряев. Привет тебе, дорогуша! Привет, Симеон! Привет, дорогие радиослушатели своего радио! Молодец! Выучил! В смысле, как реплика такая была, как будто заученный. Скажу так, почему я сказал, что пятый раз, действительно, пятый раз, как ни странно, программе «Три с лишним года», а Растеряев к нам захаживает уже в пятый раз. Причем я так понимаю, что сейчас у нас интересная очень сложилась такая датская история. Пять лет песни «Комбайнеры»? Нет, лет ей больше, ей, наверное, лет семь, просто пять лет, как она засветилась в интернете. Хорошо, будем. Пять лет известности песни «Комбайнера». Пять лет чему еще? Пять лет всей этой творческой, если так можно сказать, деятельности, концертной, точнее. Концертной деятельности. Творческая-то у меня она. Ну, это понятно, да. Пятый раз в программе «Живые», как-то вот так все складывается хорошо и удачненько. Игорь Растеряев, сегодня есть в программе, поэтому и ваши вопросы, эмоции, впечатления, все милости прошу. 46-47 – это короткий номер для ваших смс. Сначала пишите свои, пробельчика, а дальше все, что хотели бы сказать, это могут быть, как я уже сказал, вопросы, эмоции и какие-либо переживания, может быть, воспоминания, связанные с концертами. Побывали вы на концерте Растеряева, а потом что-то вот как-то раз и случилось у вас интересное. Ну, и само собой, естественно, вы об этом можете рассказать. Было бы любопытно. Официальное сообщество ВКонтакте, сообщество радиостанции «Своё радио», там давно уже лежит анонс. Спасибо тебе, опять же, что ты пришел с гармошкой «Чайка». Спасибо, что позвали, да. Да, я очень люблю эту гармошку, она мне дико нравится. Кстати, в анонсе-то с ней же гармошка «Чайка» стала тоже такой доброй традицией программы «Живые». Я все время играю, она с комиссионки. Не надо было так говорить, надо было сказать, да, специально на программу «Живые», «Чайки» хожу с гармошкой «Чайка». Мне было бы очень приятно. Ну, понятно, что комиссионная гармошка, естественно, но звучит она как настоящая. Она пищит просто, как «Чайка». Тулки-то они так по басовете, типа баяна. Не очень как. Мы можем обсудить и эту тему тоже. Чаты для вас работают. Один из них на сайте «Своего радио», «своерадио.фм». Там, собственно, все просто. Вы видите даже сразу столбик, там «Чат» написан, вот туда и пишите. Можно видеть, ну, слушать, понятно, вот плеер сверху такой длинненький, в нем онлайн-аудио. И онлайн-видео с синим кружочком. Вы нажимаете на эту кнопку, и тут же вот она вам, картиночка. Картинку нам предоставляет «Планета.ру», за что огромное спасибо. Там же тоже есть чат, в котором точно так же можно отписываться. Это все же касается связи с нами. А теперь давайте-ка к артисту. К артисту. Ты к нам приехал с чем? Вот просто попеть. Это понятно. Это мы уже обсудили. Ну, мало ли, может быть, у тебя есть какие-то, ну, неизданные пока новые, свежие песни, которыми можно было бы поделиться сегодня. Ну, есть, по крайней мере, песни, которые не звучали в программе живые. Уже хорошо. Вот. Собственно говоря. То есть будут сегодня новые? Я думаю, все будет. За два часа, я думаю, можно как раз все успеть. Я думаю, успеем. Понятное дело, что любит тебя аудитория. Ты ротационный артист для своего радио. И тут столько вскриков, всплесков, и сразу хитяра, привет с Кубани, свои вечера. Иван Петров пишет, начало эфиру положено, ну, и так далее. Тут очень ай-ё, ой-ру, ой-а. Человек вот такими вот словами только и говорить может сейчас. У него такие эмоции. Русская дорога, крутота, нереальная, правильная, на злобу дня, как обычно, с юмором, пониманием ситуации. Браво. Это Андрей Архипов. Ну, и так далее. Я могу сейчас долго читать вот это все дело, и ты поймешь, что еще только начало положено, а уже люди тебя просто сейчас готовы на руках выносить. Круто же. По-моему, очень круто. Так, что я не сказал? По-моему, все сказал, что касаемо связи с нами и координат, все остальное, естественно, надо уже зачитывать из чатов. Но с этим погодим маленько. Я вот к тебе хочу обратиться сейчас. Вот мой вопрос сразу, первый, будет такой. Пять лет назад, ну, не пять, мы, конечно, познакомились несколько позже, пяти, ну, в смысле, раньше, чем пять, как бы правильно сказать. Не пять лет назад, а чуть меньше, чем пять лет назад. Четыре года назад. Четыре года назад, да. У людей, ну, я имею в виду аудитории, которая слушала тебя в интернете, опять же, твоих комбайнеров замечательных, и дорогу, ну, и многие песни, которые там уже были засвечены на тот период, сложилось ощущение, я об этом читал. Когда ты первый раз шел на эфир, я думаю, ну, сейчас как-то же надо подстроиться под человека уже деревенский. Он же такой вот, он же простой парень, он же... С комбайна. С комбайна, да, практически по-русски-то говорит, наверное, с трудом. Он же ложит и звонит же. Ну, клянусь, ну, откуда же я знал? И когда пришел Игорь первый раз на эфир, и вдруг мы начали... Вот он открыл рот, начал говорить. Я подумал, ё-моё, что-то я теряюсь. Я теряюсь в каких-то собственных мироощущениях. То есть у меня был абсолютный слом шаблона. Только потом я понял, что очень умело и классно придуманный, в некотором смысле, образ надо еще умело и классно нести. Не тяжко ли тебе, дружище, пять лет известности тащить на себе вот этот образ простого, вот такого вот разухабистого парня, деревянная ложка из щи хлебающего. Ты же гораздо глубже, интеллигентнее, образованнее, чем кажется. На самом-то деле я никогда не рядился ни в какого деревенского увольня. Вот, и деревянной ложки, я уж не помню, когда хлебал щи. Я с ними имел дело в театре Буф, у нас номер был, напарник бил чучетку, а я на деревянных ложках, кстати, выстукивал неплохо ритмы на ложках. И в них, кстати, разбираюсь, коль уж зашел про них разговор. В ложках? Да. Нижняя ложка всегда, когда играешь на ложках, должна быть с плоской ручкой. А верхняя должна быть, вот желательно, хохломская, вот эта нижегородская, вот с круглой. Потому что вот зажимаешь между фалангами нижнюю ложку, и она у тебя никуда не гуляет, как бы. Вот, и можно разные углы давать, когда там по сапогам, там по ногам, по рукам, по ней бьешь. То есть, а ложках можно отдельную программу тогда сделать? Да, да, это запросто. Вот, а так что, может быть, просто такое сложилось впечатление из-за тем, которые в песнях поднимаются, вот, а в основном-то они посвящены Волгоградской области, вот, хуторам, станицам, в общем, деревенской жизни. Вот, но я это отношу больше к тому, что эти темы вытаскивает гармошка, потому что я всегда говорю, что я сам темы не придумываю для песен. Просто мне, ну, не выдумать их самому, так вот, ну, как сказать, не просчитать. Вот, дай-ка я сегодня вот сочиню про это. Просто какая-то дурь в голове рождается, типа, музыки, и потом, когда она загоняется вот в гармошку, она начинает просто рассказывать, про что надо писать песню. Видимо, это такой инструмент, что он именно обращается к какому-то больше русскому народу, ну, и, скорее всего, скорее к такому полевому, горизонтальному, привольному чему-то, вот, каким-то открытым горизонтом, степным, вот. То есть, видимо, вот от этого и такие темы. Да, но я же не договорил до конца, ты же начал оправдываться зачем-то. Я не оправдывался. Так вот. А так-то, на самом деле, даже в Театре Буф многие до сих пор считают, что я прибыл из откуда-то вот как раз из районных утеров Глинища. Да, надо сказать, что Игорь Иванович, еще, между прочим, Театр Буф, опять же, и человек, в принципе, с которым есть возможность и, я бы сказал, желание говорить о разных вещах и о ложках, например, тоже. Почему нет? Ложки тоже тема серьезная, особенно если речь идет о русских ложках деревянных. Когда же, вот опять, повторяю сейчас, сломался мой стереотип, а потом на эфире, ты спел тогда для меня новую, возможно, просто я тогда еще не очень знал твое творчество, песню про васильки и ромашки. Вот ты говоришь там темы такие, да, какие-то простые. Но простые темы простыми словами оборачивать в очень непростые образы – это дар. Причем дар очень большой, очень серьезный. Это дар человека, у которого есть, ну, что называется, ангел, пролетал крылышком, коснулся. Я помню просто один из эфиров, не один из эфиров, а их было много, когда мужики взрослые писали, что мне там 50 лет, отревился, два часа отслушал, отревился, спасибо, растеряю. Понимаешь, что это такое? То есть людей прошибает напрочь, поэтому образ того самого валенка, да, вот, который иной раз приписывает растеряева, это неверный образ, друзья мои. Ну почему же? Это верный образ. Я, например, в валенках очень любил и люблю ходить. Молчи. Скандалы даже с родителями были. Не поли контору. Молчи. Давай дальше. Что ты будешь петь? Давай, вот тут как раз... Только предупреждай, что будешь петь, на всех случаях. Без мата, нормально. Не, не, когда будут комбинировать, ты предупреди, чтобы у нас... Да, да вот я вот тут, когда начинался анонс передачи, да, про 90-е, «Малиновые пиджаки», вот, сразу же мне захотелось петь новую песню, которая мало еще где вообще звучала, посвятить ее 90-м, всем моим ровесникам, которые тогда росли. Опять же, тема больше деревенская. В «Малиновых пиджаках» мы не ходили, пересней у нас не было. У нас были мотоциклы. В общем, всем пацанам из 90-х, и Лехе Ляхову, конечно, в первую очередь, ощущается песня о детстве. Наши руки не привыкли В интернете ставить лайки На советских мотоциклах В замусоленных фуфайках Мчимся по ночной дороге Меж полей из ржи и гречки Где мерцает одинокий Наш костер у чистой речки Наш костер у чистой речки Мы в костер дровец подбавим Запечем в углях картошку И плеснет в реке галаварь И появится гармошка От души играть вдруг станет До утра без всякой меры Нам первейшим хулиганом И последним пионером Нам пятнадцать лет настало О стране всего четыре Поломали идеалы А кто прав сказать забыли Мы костру с картошкой верим Он-то точно не предатель Он хорош на самом деле Он наш общий знаменатель Он наш общий знаменатель Каждый сам себя заквасит Свой характер, ум и норов Мы уедем во своей аси Слушая на космоторах Будет в жизни много бедствий Знать не будешь, куда деться Но к костру своего детства Приезжай почаще греться Приезжай почаще греться Спасибо Да пожалуйста, тебе спасибо Правда песня новая По крайней мере для меня Я ее не слышал Мультик на нее рисовал Кто? Я Почти четыре месяца Чего, где мультик? Мультик в интернете То есть можно глянуть уже? Да Надо посмотреть Надо посмотреть Вот Венера Искова пишет Вот что Вечер добрый Не знали, кто сегодня в гостях В живых Собирались пойти в гости Ну а куда теперь? Такой эфир пропускать нельзя Это здорово А вот например Алексей Суворов Русская дорога В трех с половиной минутах Вся суть Великой Отечественной войны Ну это Это правда Я и раньше говорил И сейчас говорю Как удается Все-таки растеряя его В одной достаточно маленькой форме Если иметь ввиду песню Песня сколько? Ну три минуты пускай будет Рассказать о таком количестве Эмоций Которые есть у человека О таком количестве событий Это Дар божий Тут ничего не поделаешь с этим Аж неловко даже становится От того, что Сидишь с человеком У которого дар божий Рядом Прям близко Он молчит сейчас Он раньше сопротивлялся Сейчас хотя бы молчит И то Молодец Молодец Повзрослел Значит Дмитрий Клепиков пишет Вот что Игорь приветствую Вот тут у меня возник вопрос Следующего характера Ты на концертах Перед песнями Неизменно рассказываешь Многочисленные байки из жизни Выходит достаточно Призанятно Не было ли мысли Сделать нечто вроде Моноспектакля По мотивам своих Приключений и мыслей Ага Ну во-первых Привет Дмитрий Так Мысль такая Давно Есть Но другое дело Что пока То ли по причине лени То ли по нехватке времени Она так и остается мыслью То есть какие-то наработки Я пытался делать Не то что там байки какие-то А вот Некий материал Который хотел Который хотел сделать Как раз моноспектакль Хотя на самом деле И по байкам тоже можно Какой-то материал подсобрать Потому что за 5 лет Очень много накопилось Ну хотя бы что-нибудь Вспомни на вскидку Что имеет в виду В данном случае Клепиков Да наверное все рассказы Которые вот На концертах обычно Перед песнями Я действительно задвигаю Ну расскажи Ну в основном Это связано конечно С дорогой Как раз с русской дорогой А ездим Мы всегда на гастроли На плоскартных поездах Так То есть так сказать Лицо к лицу Сталкиваемся С людьми С русским народом Вот И при занятнейшей Диалоге Часто Наблюдается Вот помню Поезд Минск-Караганда Значит я лежу На боковой Начало хорошего анекдота Поезд Минск-Караганда Да-да-да Я лежу на боковой Плоскартной полке Пытаюсь спать Вдруг меня кто-то за плечо Так только-только Открываю глаза Милиционер стоит И так ну так лицо к лицу Дай паспорт Я ему так на Он так раз Открывает И Такую тираду выдает Фу Молодец что родился В Ленинграде А то ведь Всякое бывает Вот у меня один Клиент Из Актенау Женского рода 1910 года Рождения Сам на себе женатый Но все прививки От дифтерита и коклюша В порядке Всего хорошего Я думаю Это какой-то Ну все Это паноптика Это что было-то Да-да-да Спускаясь вниз Значит И тут же значит Идет какой-то чувак Продает фартуки Эти самые Значит Всяческие Мочалки Откуда-то по тамбурам Как в пригородной электричке Идет по поезду Минска Караганда Значит И Мне говорит Купи Купи фартук Для твоих двойняшек Я говорю Он такой Как у тебя нет двойняшек Ну конечно Если так сидеть Чаих хлебать Тихо не будет Дальше пошел Но самый крутой случай Это конечно Был В поезде Санкт-Петербург Ярославль Мы зашли в вагон Ресторан Похлебать соляночки И там В пустом вагоне Сидели две компании Значит В одном сидели Иностранцы Англичане И они что-то Пили пиво И громко по-английски Говорили Very well Good Yeah Yeah Вот А в другом углу Сидел наш товарищ Который ничего не говорил Потому что в принципе Он уже все сказал Вот он просто спал Он был в пуховике На голое тело И удрученно спал В углу Так вот Уронив Голову на руки А между ними Бегала Официантка Вагона ресторана Вот Притом С англичанами Она разговаривала Исключительно по-русски А с нашим Она разговаривала По-английски Она говорила так Мужчина Good bye Good bye мужчина Ну что непонятно Good bye мужчина А когда англичане Говорили Please be right Она сказала Что по-русски что ли Сложно сказать Вот Но тут открылась дверь И на пороге Возник мужчина В камуфляжной форме В керзовых сапогах С бутылкой водки В руках Он сразу же значит Оценил ситуацию Приблизился к англичанам Показал на свои сапоги И сказал I'm a Russian soldat Те перепугались Подняли руки У нас нет денег Russian soldat Значит Сразу всех раздвинул Сел к столу Поставил флакон Значит перед мордами Англичан И сразу взял Крупнее Он сказал так Вот вы НАТО Я Россия Че вы ко мне лезете Эти англичане в шоке А он говорит Вот куда вы вообще едете Вот Я еду в Ярославль Вы знаете Что такое Ярославль Ярославль Это 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 Is the capital of great Britain В будущем А как вы хотели Привыкли так Так Ну так Прямо руками А надо ты вот так И перед мордой у них так Кистями потряс Вот Ну примерно Такого плана Истории Которые на самом деле Они В основном Являются Не просто Историями Ради того Чтобы время Завидеть А подводками К песням Потому что как-то Концерт вообще Такая история Как бы Ритмическая То есть нужно Мало того Что ты песню Выстраиваешь Чтобы там Где-то там Поспокойнее Где-то Повеселее Надо же еще Как-то их связывать Нет Это понятно Это понятно Я считаю Что такого рода Историю надо записывать Конечно Вот тот же самый Клепиков Дмитрий пишет Ну Семен попросил Сказать историю Какую-нибудь Произошедшую После концерта Игоря Была у меня такая В Орле После концерта Растеряю А как их приняли Менты Не знаю пока Я и мой друг Каким-то образом Затесались В компанию местного чиновника Поехали в кабак Купить Кутить на эмоциях После концерта А там Рейд ФСКН Чиновник сразу Пропал куда-то А нас лицами в пол В отделение повезли Пришлось выкручиваться У друга Московская прописка И пропуск в Роснефть Решили прикинуться Крутыми ребятами Свой паспорт я не показал Так как прописка Деревенская Подмосковная По скриптам Мы-то люди нормальные Не наркоманы Но пришлось это доказывать За два часа До электрички в Курск На другой концерт Игоря То есть я так смотрю Клепиков человек Который катается Просто за тобой следом По всем твоим концертам Да В Орле в Курске Ты вечно знаком с ним Ну да А вот как Это фанат-фанат Ну как фанат Что значит фанат Ну поклонник поклонник Это человек я бы сказал Которому нравятся Некоторые как я знаю Песни Вот Я всегда уважал людей Которые ради того Чтобы послушать Некоторые песни Катаются Из Орла в Ярославль Из Ярославля в Ленинград Не всегда катается Ну Но тем не менее Иногда выезжает Но тем не менее Ну давай дальше петь Давай Да давай споем Новую опять же песню Давай Я практически нигде не пел Я просто пока за Юру переживаю Ты давай пока по новым песням Давай Как раз она называется Поезд Она такая Как сказать Ну просто она называется Поезд Скорый поезд прет вперед Едет в поезде народ Все гадая много лет А туда ли взят билет Бризгливо глядя На обходчика Оранжевый жилет А путевой обходчик Мог бы очень ценный Дать совет Мудрей профессии обходчика По жизни не найти Куда б ни шел он Ему всюду Постоянно по пути Куда б ни шел он Ему всюду Постоянно по пути В поезде огни зажгли Люди в ресторан пошли Будут до утра блажить Все решая как им жить И на диспетчера В окно глядит Слегка задравший нос Не зная Что он мог бы Дать ответ На заданный вопрос Мудрее знаний диспетчера Вопросе этом нет На белом свете Только красный Есть Здесь зеленый свет Скорый поезд пролетит Души людям Вспередит Всех куда-то Увезет Будто скорость Их спасет А у старушки Тихий вечер Синевой на землю лег А там обходчик И диспетчер Попивают кофеек Врубают красный Чтобы рельсам Хоть немного отдохнуть И до утра Обходят взглядом Самый главный Млечный путь И до утра Обходят взглядом Самый главный Млечный путь Млечный путь И до утра И до утра Стрелять Млечный путь И до утра Влюбля И до утра И до утра Стрел Independence Спасибо тебе за новиночки. Вот, кстати, эту песню мы снимали тоже история. Обычно все песни швыкланы в интернет с Лёхой Ляховым. Ну и часто подпрягаем местных... Лёха Ляхов, извините, тот, который снимал твой первый клип на мобиле и телефон. Да, а также второй и все остальные. До сих пор снимали. Теперь уже не на телефон, судя по всему, теперь уже на... Мы автопарад купили. Вот, всё. Повзрослели, выросли. Да, да, хватит телефонов. И вот, чтобы эту песню снять, надо было залезть в Товарняк, ну, по задумке режиссёра, то есть Лёхи Ляхова. А дело в том, что Приволжская железная дорога — это дорога, так сказать, с уменьшенной нагрузкой. Дорога смерти. Нет. Ты господи. А, тут в этом, дай бог. Вот, дорога с уменьшенной нагрузкой, то есть Товарняки в Раковке не останавливаются. То есть мы весь день, значит, присидели на станции Раковка, там Товарняк не остановился. Мы на следующий день поехали в Михайловку, в станцию Сибирякова, в райцентр. Вот, там увидели, как пришёл огромный, значит, поезд такой товарный. Мы, потирая руки, забрались в вагон. А дальше, собственно, было как у этого самого, человек рассеянный. То есть сидим час, сидим, это самое, посмотрим, а тепловоз отцепили, он уехал. А мы сидим что-то ждём. Притом ночью, там же у нас климат резко континентальный, ночью было где-то ноль, ноль, то есть заморозки были. А днём поднялось до 30, даже за 30. То есть мы были как капуста, у нас по пять футболок было одето, вот. И потом, как стало нас на железной руде припекать, в полувагоне, значит, товарном, мы всё себе стали снимать. В итоге весь вагон такой разноцветный, и только, значит, ребятишки с элеватора, там, напротив, такой элеватор, там есть высокий, они там курят в окно, смотрят, какие-то придурки, значит, залезли в отцепленный вагон с железной рудой. Разделись там, футболками всё закидали, значит, и мы всё опасались, что они нас сдадут транспортной милиции, значит, в станции Берекова. Но пацаны оказались нормальными, вот. Понятливые. Да, нас, так сказать, не сдали. Вот, и мы через 6 часов загорания на железной руде, значит, отбыли благополучно на станцию Арчиду, той же Приволжской железной дороги, где всё это безобразие, собственно говоря, снимали. За что люблю Растеряева? Он настолько точно помнит, где, когда, в каких местах всё происходило. Не просто отправились на станцию, ещё и какой железной дороги. Ну, их сложно не запомнить, мы там выросли. Там, как бы, Михал, короче, да, рак посередине, да. Я не об этом, мне просто в голову бы не пришло. Вот я ехал поездом Москва-Санкт-Петербург-Октябрьской железной дороги. Ну, я бы так не сказал. Ну, просто ехал из Питера в Москву или наоборот. Не, Растеряева всё точно, чётко, вот как-то так правильно. Очень нельзя. В этом, я не знаю, что в этом. Я вспомнил вдруг историю, Yota Space это был. Прошлый год, что ли, или года два назад уже время летит. Yota Space. Yota Space клуб такой. Spice. О чём ты в этом эфире сейчас пытаешься с меня соблазнить поговорить? Гаркундель. Гаркундель, Гаркундель. И ты там пел. Так вот, там была масса групп. По-моему, Би-2 закрывали тогда программу. Кто-то ещё, сейчас не вспомню. Но мы сидели на маленьком таком балкончике. Не в зале, а вот на балкончике. Ну, там типа вид места и так далее. Рядом со мной сидели разные люди. И когда Гаркуша объявил тебя, Игорь Растеряев, неподалёку так чуть левее от меня сидит, значит, барыш. Ну, женщина взрослая уже. И мужчина взрослый. И она вдруг говорит... Группа разные люди? Чего? Группа разные люди? Нет, я говорю зрители. Нет, разные люди разными людьми. Я говорю, зрители сидят. Они, конечно, разные. Он мужчина, она женщина. Ну, понятно. Но сидят. Вот. И она говорит ему вдруг... А, Растеряев, это который с гармошкой, что ли? Слушай, пойдём, может быть? Он говорит, нет, подожди. Подожди, давай послушаем. Ой, нет, ну давай, я, наверное, пойду. Он говорит, да подожди. Только ты начал... Ну, на каком-то кубике ты сидел, сейчас не вспомню даже. На колонке, скорее всего. На колонке, да, на колонке. Вот, Растеряев с гармошкой на колонке. А я наблюдаю за этой тёткой. Первая песня, она как-то так мордит. Вторая песня, у неё меняется лицо. Третья песня, у неё слёзка покатилась. Четвёртая песня. Я смотрю, что тётку-то колбасить начинает. И когда всё закончилось, ну, то есть ты отпел свою программу, громче всех в этом зале она аплодировала. Вот именно эта женщина, которая ещё там сколько-то минут тому назад порывалась уйти. Вот я сейчас к чему заговорил-то об этом. Возможно, слушатель, я имею сейчас в виду вообще радиостанцию в целом, и в принципе слушатель, не очень понимает, кто такой Растеряев. Для того, чтобы это действительно усвоить и понять, нужно пойти на концерт. Нужно посетить мероприятие, где всё происходит, называется, вот так вот, глаза в глаза. Поэтому я бы тебе сейчас попытался пристрастием. А когда у тебя, извините, ближайший концерт, Растеряев? Послезавтра, 24-го. 24-го, это что у нас? Воскресенье. Так, воскресенье. Red Club. Red Club. Называется. Всех буду очень-очень рад видеть. Я слышал, что занимаетесь вы с этой субботой, 24-го? А, суббота. Что ты меня сбиваешь? Я знаю 24-го, я не помню. А, то есть ты помнишь, что воскресенье любишь? А что за день недели? Сейчас я посмотрю, сегодня у нас четверг, да? А, 24-я суббота, да. 24-я, это суббота. Итак, Red Club, 24-я октября, суббота. Восемь вечера? По-моему, да. Восемь вечера. Я знаю, что еще немножко билетов осталось. Ну, чуть-чуть совсем. Что-то вроде есть. И их надо, наверное, как-то распространять. Я так полагаю, что все это где можно? У тебя в группе? На сайте, да, можно. На сайте можно? В группе у тебя ВКонтакте можно? Можно. Можно. На планете можно? Даже не знаю. Нигде? Нет? Я так-то особо не знаю. Знаю, что на сайте можно. На сайте можно, и в группе можно, и в ВКонтакте можно. Какое-то количество билетов еще осталось. И очень вам рекомендую не потерять эту возможность зря. Субботу провести как-то с пользой нужно. Я уверен, что этот вечер в субботу вам запомнится надолго. Потому как уже сегодня Игорь показал, как он умеет рассказывать интересные истории. Но когда все складывается с его музыкой, это зрелище. Действительно интереснейшее совершенно времяпрепровождение. Вот читаю от Владимира сообщение. Шел в ванну с вешалкой и повесить рубашку со стиралки. Решил по дороге заглянуть на планету, посмотреть картинку. Так и повис до сих пор. Сейчас с недоумением смотрю на вешалку, лежащую на столе, и думаю, а зачем она тут? Ты понимаешь, Эдна? Это же еще раз подчеркивает тот момент, что люди сразу, как только начинаешь что-то петь, люди услышат элементарно тексты, все, и зависают. Так было и со мной, когда в первый раз мы с тобой встретились. На одной из песен я тупо по-мужски сглатывал слезу, стесняясь проронить ее в эфире. Потом понял, да что стесняться, если уж споешь про Васильки и Ромашки? Конечно. Вот на этой песне меня на эфире в тот раз чуть не сломало, правда. Поехали. Весь день по небу летают Какие-то самолеты Они на отдых впадают Наверно, возят кого-то А я пешком в чистом поле Иду-бреду по бурьяну К погибшим от алкоголя Друзьям Ваську и Роману У меня лежит не один товарищ На одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок На овальной фотке песенку поет О паленой фотке Себе такую дорогу Ребята выбрали сами Но все же кто-то Кто-то ей Богу Их подтолкнул и подставил Чтоб ни работы, ни дома Чтоб пузырьки до рюмашки Чтоб вместо Васи и Ромы Лишь Васильки до Ромашки У меня лежит не один товарищ На одном из тех деревенских кладбищ, где теплый ветерок Скачет изумленно Синие кресты Помня по именам Но все слова бесполезны И ничего не исправить Придется в банке железной Пускай букет ромашек поставить Пускай стоит себе просто Пусть будет самым красивым На деревенском погосте Страны с названием Россия Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Да пожалуйста Я тут читаю Народ пишет И много чего пишет Есть у нас и Максим Васильев Критикан Ну как минимум мне так кажется Я не очень правда понимаю Откуда у него собственно рождаются Интересмысли Бейте меня чем хотите Пишет он Но комбайнеров было достаточно Я вас спрашиваю кому достаточно Что отвечает Все остальное вторично Максим Если вы Ну хотя бы чуть-чуть попробуете Макс Да Прислушаться В текст вслушаться Ну просто вот образы Рома Вася Да Васильки Ромашки Это пардон Такой образ Который хорошему поэту Я имею ввиду Поэту Который стихи пишет И считает это своей жизнью Не всегда приходит в голову Это такой образ Который еще найти надо Это такой образ Который мне кажется Даже то еще Пушкину Был бы Достоин Он бы сказал Вау Как я красиво Нашел Правда Пушкин же Вот иностранец Был Вау Как я красивый Нашел Какой образ красивый Вася Рома Васильки Ромашки Растеряев Это поет Как бы Проброс Ну как бы Просто так А у людей Внутри Рождаются Совершенно невероятные Эмоции Если у Макса Васильева Они не рождаются Ну мне немножко жаль Макс Потому что он Дело не во вкусе И не в цвете Я сейчас говорю Не о том немножко Можно говорить О разных вещах Можно говорить Что у Растеряева На его гармошке Всего пять нот Он все время Одни и те же ноты играет Можно так сказать У него одни мелодии Похожи на другие Может такое быть Может такое быть Легко Вот с этим Скорее всего С этим я готов Сам буду согласиться Но тексты Растеряевские Это простите меня Не то что Это первичка От которой можно отталкиваться Очень интересное сообщение Пришло от Никиты Пятачкова Начало у сообщения Начало у сообщения Человека По фамилии Пятачков Следующее А вот году в 13 Вышли мы с приятелем Покурить На работе Перед нами остановка В вывеске А там плакат Растеряев В Ярославле Триятель говорит Классно бацает На гармошке Классно Я подумал Ага И решили Ну посмотреть Что это за Растеряев такой Наткнулся потом На живой эфир На маяке Тот самый первый Который это был Фанат готов Слезка правда Появились на втором Уже эфире Это еще одно Подтверждение тому Что Равнодушных людей Ну в общем Я думаю Растеряев за собой За своей спиной Не оставляет Это как Это как Это как Это как Силь Да Если уж смел Кого смел Кого не смел Зацепил Ну а те Кого зацепил Кому нравится Кому не нравится Дело то такое Тоже правильно Хочу спросить Игоря Какую он Свою песню Считает лучшей Сергей Коток Спрашивает Так вообще Можно такой вопрос Задать Служновато Говорить Тем более Разные изначально Весовые категории Одно дело Если ты берешь Например Тему Мне кажется Например Великой Отечественной войны Да То Нет Понятно Что там Конечно Надо Слова Правильно Сложить То есть Все Но изначально Тема Конечно Более Не даже Не знаю Как сказать Выигрышная Или сильная Наверное Тема Чем какие-то Твои погружения Внутрь себя Внутрь своей Философии Вот То есть Это изначально Уже больше Как сказать Там платформу Ты встаешь на платформу Даже ничего не делая Которая мощнее Изначально Чем когда ты пишешь Про переживания По поводу Кончины Твоей кошки Муси Например Это ясно Что тут платформа Несопоставима Кошку жалко Конечно Очень Очень жалко Даже песня народилась Вот Собственно говоря А так они Не могу сказать Какие Потому что Когда их Выпускаешь Потом же еще Клипы на каждом Надо снимать Надо Конечно То есть Вот так у тебя Стоит вопрос Раз песня родилась Значит должен быть Клип Обязательно Потому что У нас же Единственным Практическим способом Донести до людей Песню С Лехой Леховым Это остается Интернет Да И за пять Лет мало что Изменилось То есть Есть какие-то Там скажем Ротации Да там На радио Ну Таких радиостанций Не очень много Я имею ввиду Да То есть В основном Это все равно Через интернет А чтобы В интернет Как-то запустить Нужен какой-то Минимальный видеоряд То есть Раньше мы и так На телефон снимали Где-то там Под гармошкой Но на каком-то этапе Это просто перестало работать Да и нам это перестало Быть интересным Да и телефон Леховы воровали Воровали в лифте Да Как это так Твой Вот ваш рабочий По сути дела Телефон Да-да-да-да-да-да Сволочь какая-то Надо же так Это вот такой Это я считаю Что вообще В принципе Телефон Должно быть в рамочку И поставить Как экспонат Потому что это был телефон На который был снят Первый клип Комбайнера Вот Так Так что Так и не нашел Да какое там Нет А что за телефон Такой крутой телек Телефон что ли был Да нет Нет обычно старая Nokia Значит кто-то знал чей телефон Кто-то видимо знал чей телефон Поэтому и спер этот телефон Не знаю Ну а что Nokia Это тырить Какой смысл Лифт по моему подрезали Ну ладно Это уже детали Да Вот Так что Такие дела И поэтому Когда ты уже Все это дело Монтируешь Снимаешь Потом Ты уже Некоторое время От этой песни Просто отходишь То есть ты ее как выпускаешь И уже Леха Ляхов вообще Потом на эти Ну Какое-то время Смотреть не может Ну Песню слушать Воспринимать Какое-то время Не может Потом кстати возвращается Что-то там нравится Что-то там Что-то он даже Мне говорит Что даже он слушает Хотя больше чем он Никто Этих песен Никто я уверен В жизни не слушал Потому что он Когда монтирует Он одну строчку Ну я понимаю Каждое слово По миллиону раз Там подгоняет Я тебя понимаю Да Он же с ума сходит Есть такие программы На радиостанции Своя радио Которые я тоже Слушать не могу Потом уже После того Как они смонтированы Не потому что Они плохие А потому что Очень много работы Бывает с ними Значит Денис Ефимов Вот что пишет Всем привет В этом году Получилось В Краснодаре Попасть на два Потрясающих концерта Это группа Ленинград И Игорь Растеряев Огромное спасибо Игорь за те эмоции До сих пор Под впечатлением Переслушиваем Динск С его автографом Это ж когда было то Это было по моему По весне Да Это был март Все человек до сих пор Вот с марта месяца Переслушивает и переслушивает Тут еще сальда ловили А у них там уже абрикосы цвели Ну там на Кубани Это всегда тепло Там более того Там я терпеть не мог Ходить по улицам Где шелковица растет Она там растет Как трава Как бурьяна Особенно в светлой одежде Если идешь Когда она Это все Она же сыпется прям на голову Потому что она Прямо над тротуаром Идешь ты вроде вышел Чистенький светленький Приходишь домой Ты весь в пяточку Пойми где ты был Тут раковку просят Может быть давай раковку споешь Нет Понял Извини Вижу реакцию Я не просил об этом Это я прочитал Не надо в меня кидать глазами Не хочешь Не будем Какие книги читаешь Спрашивает Илья Костеев Какие больше нравятся Вот эти вопросы Кстати сказать Я сейчас Илье сообщаю Я уж не знаю Почему этот вопрос у него возник Очень я и сам не люблю А я вот сейчас Очень обрадовался Этому вопросу Хорошо спасибо Я почему не люблю Потому что иной раз Бывает настолько загруженный человек Что он что-то читает Но не помню даже что И такое тоже бывает А что вы прочитали В последний раз И думаешь Когда же я в последний раз Читал книгу-то Имею в виду художественную Господи вспомнить бы Сейчас такая литература Только профессиональная А вот Что ты читал? Вот я как раз Очень обрадовался Потому что обычно-то Я ничего не читаю Наконец-то читаешь А тут после концерта питерского Что-то у меня нашло И я прям захлёб стал читать Во-первых Прочитал книжку Про вторую ударную армию Поисковики подарили На концерте И про первого поисковика Николая Орлова Вот Который всё Поисковое движение Основал Потом увлёкся плавно Перешёл на Виктора Астафьева Проклятый и убитый Роман его значит Перечитал Потом оттуда же Перекинулся На Царь рыбу Тоже всю её Перечитал Вот А сегодня Недалее как Тоже что-то Такая волна пошла Книгочейная Вот зарулил я В Магазин книг И приобрёл там Стихи Башлачёва Наконец-то И вообще Книгу вот про него И вот уже Я практически Её всю За вчера и за сегодня Уже закончил Заклёп практически Читаешь Да-да-да Я кстати Не выспавшийся Та Есть о чём Всю ночь читал Кто виноват Башлачёв А с утра уже Как сказать На эфир Спасибо Надо ехать Спасибо Смотри Хорошо удачно Так вопрос тогда Очень удачно Очень удачно вопрос Месяцем раньше Я бы поплыл А тут можно С гордостью Рассуждать Лёша Бахвалов Что пишет Решил приготовить Поесть До эфира Всё приготовил Всё как положено Прилип к монитору Спустя 40 минут Вспомнил Что у меня картошечка Подгорела Подгорели пышки Я бегом на пухню И что вы думаете На плите сковорода В сковороде Картошка А вот газ-то Забыл зажечь Ну всё Человека увлекло И вот эти 47 минут Что мы с тобой 47 минут прошло Представляешь Уже почти час Нормально А он думал Что картошка жарится Даже предиспугал Что она уже сгорела А она ещё даже Не порумянилась Давай что-нибудь дальше Можешь комбайнёров Тогда споём Так Юра А я почему так нервничаю Кстати да Надо представить Звукорежиссёра Сегодняшнего эфира Юрий Панфилов На комбайнёрах И за звук Кстати говорят Спасибо многие Спасибо тебе огромное Юра На комбайнёрах Ты сам справишься Или справишься Я стараюсь Ну спасибо тебе большое Все понимают О чём речь Мы понимаем Какое там Сам прислужить После слова Хотя я тебе давно Рекомендовал бы Это слово Произносить по-другому Три-два раза И всё Вот три-два раза Чётко Из песни слова Я понимаю Но Юрий придётся Сейчас зажать В нужном месте Кнопку Так чтобы не пустить В эфир то Без чего обойтись Комбайнёрах Никак нельзя Хорошо Поехали Далеко от больших городов Там где нет Дорогих бутиков Там другие люди живут О которых совсем не поют Не снимают про них сериалов Ведь они не в формате каналов И не пишут про них интернет Их совсем вроде как бы и нет Они молоды, но не студенты Ни окея не знают ни ленты В суши-барах они не бывают И в солянях не загорают У них нет дорогой гарнитуры Наплевать им на эмо-культуру Не сидят в контактах в онлайнах А не вкалывают на комбайнах А выпил С2H5OH Сел на НИУ Рассели марш на ДТ Дон 500 Т150 Покормил перед этим порося И пошёл взять пахать Молотить ячмень Будет долгим, долгим, долгим Твой рабочий день Но зато ты знаешь Каждый винтик в тракторе внутри Получаешь за работу В месяц тысячи три комбайнёры Каждый из них был в армии родной Не отмазался никто, что у него там геморрой Комбайнёры, трактористы, грузчики арбузных фур Эти парни не являются мечтой гламурных дур И пускай так беснуются в Москве Но пока такие пацаны есть у нас в стране Знают пусть враги, все знают сучка Кандализа Райс Никогда трибья натовская не возьмёте нас Выпил Ц2, Аш-5, Аш Все на него Рассельмаш на ДТ Дон 500 Т150 Покормил перед этим порося И пошёл взять пахать Молотить ячмень Будет долгим, долгим, долгим Твой рабочий день Эта песня посвящается всем сельским пацанам Волгоградским комбайнёрам Доктористам пастуха ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Долгим-долгим твой рабочий день Эта песня посвящается Всем сельским пацанам Волоградским комбайнерам, трактористам, пастухам Слава вам! Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю, что на таких эфирах рождаются звездные звукорежиссеры Потому что ты понимаешь, что тебе повезло Ты сегодня в сознании у людей, слушающих программу Стал одним из лучших звукачей Который, как минимум, умеет вовремя кнопку нажать нужную Народ стал сразу кричать Выдайте премию звукорежиссеру Нормально так прошло Юра, мы в тебя верили Ну, то есть все Юра, красавчик Ну и так далее Так что, Юра, спасибо тебе большое И Игорь, тебе большое спасибо Всем огромное спасибо Смотри, Марина, что пишет Игорь, сегодня у моего мужа день рождения Он очень любит твои песни Рассказы перед ними, это вообще бесподобно Его зовут Дмитрий Поздравь его, пожалуйста, в эфире Дмитрий, дружище, с днем рождения Все, спасибо Желаю всех благ И спасибо, что слушаешь эфир Очень приятно, отрадно Вообще здорово Вот, хороший человек Мог бы сказать, с днем рождения И все, нет, дальше продолжим Это растеряев Это весь, вот это в нем Вот это доброта Знаешь, как в том анекдоте, да? Владимир Ильич был добрым человеком Как-то к нему подошел мальчик Дяденька, дай конфетку Мальчик А ведь мог бы и ножиком Угу Да Значит, Игорь, спасибо за песни За искренность Живу в Латвии Ссылку на георгиевскую ленточку Мне прислали из Лондона Ждем вас с гастролями Планируете ли? Ну, имею в виду, видимо, в Латвию Смотри, какая интересная, получается, география Человек живет в Латвии Песню, георгиевская ленточка Ему кто-то прислал ссылку на нее Из Лондона А в итоге он сегодня слушает эфир И задает тебе вопрос Не хочешь ли ты приехать в Латвию С концерта? Нет? Очень хочу А ты как болгарин сейчас вот это Что-то пока как-то только как-то с Латвиями у нас Не очень, да Так же, как с Эстониями Вот, да и вообще Как-то не складывается пока Ага Ну, это ответ Чего сказать Хочу, но Вот очень хорошее сообщение, кстати, от Юлии Усовой Я считаю, необходимо это зачитать Для меня Игорь тоже слом шаблонов Не слушала и не интересовалась никогда И в архивах не слушала прошлых выпусков Да и песни где-то слышала, мимо пропускала А увидела выступление Растеряева на фестивале Этим летом в Архангельский мост, если вдруг вспомнит Поражена была до глубины души По порядку выступления предполагала, что в это время можно будет погулять И к сыне подошла просто так Ну надо же знать, что пропускаю в конце концов А у сына толпа стояла плотная, как на пилоте Я подумала, ну сейчас разбегутся все И ведь тоже не смогла отойти Стояла, слушала, смотрела на экран видеоряд И под песней удивлялась Как может один человек с гармошкой Не фестивальный же ведь формат Так зацепить и так держать Не записываюсь в поклонники, но совершенно восхищена И песни слушаю теперь по-другому И в ротации всегда вдруг ловлю такие удивительные глубокие образы Это тебе признание, дружище Спасибо Я все жду, когда у него скупая мужская слеза польется Не дождусь я, по-моему, этого момента Сдерживает он себя очень Что касаемо всяких разных фестивалей Я Архангельск, кстати, тоже люблю Помнишь, да? У меня там, я его не помню Я же там был еще в Советском Союзе У меня там друзья живут Нет, я не про Архангельск, я про фестиваль Хороший фестиваль был Может, да, классный был Вот Вот, собственно Болею целый день, сплю под одеялом И фоном целый день слушаю свое В общем, спал Пишет Александр Масиенко Спал, в 20.00 проснулся Лежу и думаю А что это я проснулся? Думаю Дай буду дальше спать А тут Растеряев как заиграет Думаю Ё-моё, а спать-то не время Пошел на кухню Сделал себе чаю Тарелку еды Включил себе эфир на планете Сижу, пью чай Кушаю, наслаждаюсь беседой, музыкой Вроде уже и болезнь проходит Пожалуйста, вот тебе еще одно Практически мужское признание В любви Скажи мне, чем мы этот час закончим? Я теперь могу не переживать за Юру Все А у нас же еще один час Нормально А, не, ну я в смысле что? Я потому, что закончим этот час Уйдем пока на паузу А потом вернемся Ага А, ты с претензией, дескать Да, у нас два часа, как же Ты забыл, что ли? А, не, нормально Ну конечно Здорово Что будешь петь? Что-нибудь бодрое, наверное Такое, типа казачьего, старенького Давай Теплый ветер Ветер в поле летал, гулял, глядел Головы снимаю Подходи, ребятки, давай Подходи, ребятки, давай Я на распашку, я на распашку Я на распашку весь, будто в исподнице Пикает о мой каравай Кто рот разъявит, тот в раз успокоится Хура, 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 кон Слышу турецкие возгласы резкие А вон тому красивому сейчас В голову дам Затаченной железкою Слышу турецкие возгласы резкие Давайте двинемся дальше Напомню, сегодня в программе Живые игры Стеряев Пауза была долгая Надо, наверное, наверстывать Поэтому прям сразу и начнем с песни Тем более, песню, которая, наверное Не звучала еще в живых Называется «Конь» Тоже премьера для программы «Живые» Поехали Месяц в небе Как подвешен Месяц в небе Как подвешен Месяц в небе Как подвешен Оборвется Только трой А под ним Красив и взбешен А под ним Красив и взбешен От свободы Безутешен Разгулялся Дикий конь А я на полевому горе Я на полевому горе Я на полевому горе В моржевеловых песках Кто по мне кричит и вое Эй Кто по мне кричит и вое То ли разнустанное горе То ли счастье в тисках А я коню аркан с вараганю Я коню аркан с вараганю Я коню аркан с вараганю Из пеньковой вечевы Подкрадусь и за арканю Подкрадусь и за арканю С нашаманю при карманю От хвоста до головы Будет биться, будет злиться Будет биться, будет злиться Будет биться, будет злиться Он свободен зол и лих Но придется покориться Утомиться и свалиться Сахар взять из рук моих И заснем мы на приволье От луны недалеке Перекатывая поле Будет ветер петь до золи На цыганском языке Будет спать он обездвижен Будет спать он обездвижен Будет спать он обездвижен На постели из травы Я прижмусь к нему поближе Я прижмусь к нему поближе Но проснувшись вдруг увижу Лишь обрывок печи и вы А месяц в небе как подвешен Месяц в небе как подвешен Оборвется только тролль Вновь под ним красив и взбешен Вновь под ним красив и взбешен От свободы без утешен Разгулялся дикий конь Спасибо Да пожалуйста Тебе спасибо Почитаю-ка я кое-что Что пишут люди в чате на сайте Кстати сказать Здесь много любопытных сообщений Вот одно из них например Вот какое Часто слушаю эфир Но сегодня какая-то неведомая сила Заставила почти все бросить Включить живых В полном восторге Игорю желаю успехов И сразу маленький вопрос Как это в казачьи появилась фраза Хуракор Ага Значит изначально Песня вообще называлась Турецкая Потому что предполагалось Она петься на турецком языке Полностью Да Дело все в чем Заходил первый концерт Пять лет назад Как раз таки И мне предложили сделать концерт Я с дуру согласился Потому что у меня Ну как сказать Песен то собственно Никаких практически не было Вот Ну успел к первому концерту Собрать ромашки Из мелодии вот Которые уже ну Как бы были вот за эти годы И была мелодия вот на казачью То есть я понимал Что мелодия такая она Бодрая Вот приблизительно Представлял тему Но Слова какие Придумать Я понял что я не успею И тогда я решил пойти На хитрый ход Я думаю сейчас Что-нибудь накидаю Какую-нибудь рыбу Отнесу в бюро переводов Мне там быстренько значит Переведут На калмыцкий Вот Или на турецкий Изначально конечно на калмыцкий я хотел И даже по контакту Пошарился Калмыкам постучался Значит там Чтобы они меня перевели Ну калмыки Очень на меня так сказать Подозрительно отреагировали Дело в том что у меня аватарка была Такой ну По пояс значит голый С шашкой С таким чубом казацким Видимо что-то генетическое Проснулось И они сразу же сказали Что я не лез в их калмыцкий язык Значит что это Тогда я помню Очень разобиделся на калмыков Сказал что если они не хотят Значит попадать в песню Значит про казаков Тогда я буду на турков уповать Значит и в бюро переводов Мне перевели значит по-турецки Вот эту саму Я посмотрел Посмотрел и понял что я не через два дня То есть к премьере Не через двадцать два Они вообще никогда Это не Ну не выучу просто Вот И поэтому пришлось Просто брать тупо вот эту рыбу Которую я им накидывал На бюро переводов Вот Просто как-то ее Ну На ходу уже Практически на коленке И справлять Вот А хора-хора-хора Там осталось Потому что это, по-моему, там «Ура, ура, ура, бойся», по-моему. Ну, какой-то такой перевод, что-то они едут и орут «Э-э-э, бойся там». Ну, собственно, ты ответил на вопрос. Что-то типа этого, да. А вот Сергей Ваштел пишет, на фестивале в Германии в Эссене Игорь с гармошкой затмил закоренелых рокеров. Какое у вас было ощущение петь патриотические песни эмигрантам? Кстати, еще один момент. Ну, так, хочу подчеркнуть. Нас часто, вот меня часто спрашивают, когда свое радио выйдет в ФМ диапазон и так далее. Я вам еще раз хочу ответить, читая сообщения, которые приходят, а надо ли? Вот, например, Сергей был на фестивале в Эссене, где выступал Растеряев. Отличный фестиваль был. И мне плевать на ФМ. Я понимаю, что интернет выруливает куда-то, куда даже я не предполагал. Как тебе было там петь патриотические песни? На самом деле, очень было такое, как сказать, отрадное ощущение и петь патриотические песни в Германии. Мне было очень даже хорошо. И даже я там хотел прочитать одно стихотворение, потому что оно тоже новое. Вот я его на концертах всегда читаю. Ну, почитай. Сейчас прочитаю. Ну, просто в Германии там фестиваль, оно длинное довольно-таки. Поэтому я там не стал читать. Но думаю, что сейчас можно прочитать как раз про Германию и про моего дедушку. Стихотворение называется Дед Агван. Я не видал родных дедов и видеть мог едва ли. Все до рождения моего они поумирали. Но я не обделен судьбой. Я все равно счастливый. Был рядом дед, пусть не родной, но горячо любимый. Он был не русский, из армян, из деревни, из народа. Агван Тигранович Григорян 26-го года. Он был герой и ветеран, такой, что прямо из книжки. Для всех. А я ему кидал за шиворот ледышки. Я про войну все с детства знал. Ведь дед без всякой лажи мне каждый день преподавал с тарелкой манной каши. Все было так. Он мирно пас овец у Арарата. И вдруг взяла, пошла на нас немецкая армада, чтобы ни русских, ни армян здесь не было в природе. Но тут подъехал дед Агван. И он был резко против. Подъехал, правда, не один. Стекались, словно реки, туда и тысячи грузин, казахи и узбеки. Разноязыкою толпой они в окопы сели. И в тех окопах всей гурьбой мгновенно обрусели. Вместо овец на этот раз другие были звери. И дед в прицел свой тигра пас. Крутил хвоста пантере. По-русски с ним общение шло сперва не идеально. Но фразу «башню сорвало» он понимал. Буквально. Я с дедом мог тарелки три съедать той самой каши. Внимая, как они пошли на запад пешим маршем. И как всегда в который раз в итоге накидали. А дальше шел такой рассказ. Как в слезном сериале. Берлин. Апрель. Земля дрожит. Снаряды, пули градом. И дед по улице бежит с трофейным автоматом. Кругом разбитые дома, как гор кавказских гребней. С собой у деда пять гранат. Вдруг глядь. На куче щебня лежит, скулит от страшных ран. Один, как щепка, в шторме. Такой же, как и он пацан. Но лишь в немецкой форме. И тычет деду на окно. Руками объясняет, что он у дома своего лежит и помирает. Что там родители его. Что он берлинский, местный. Его войной домело до своего подъезда. И дед поверх своих поклаж. Хоть был не сильный самый. Взвалил его и на этаж. Туда, где папа с мамой. Где взрывом балку повело. Где теплится лампада. Встречайте фрау своего немецкого солдата. Дед, говоря про этот миг, вдруг сразу изменялся. Про страшный материнский крик. Про то, как там остался. Как в кухне, где горел шандал, воды ему нагрели. Как с грязью ненависть смывал за годы и недели. Как спал на белых простынях среди войны и ада. И видел сны о мирных днях в долине Арарата. Как утром снова он пошел к победной близкой дате. Услышав сзади Данкишон. Ответив им, прощайте. Тут я перебивал всегда. Дослушивал едва ли. Дедуня, что за ерунда. Давай, как вы стреляли. Давай, как ты горел в огне. Чуть не погиб на мине. Неинтересно было мне про простыни в Берлине. Но дед что-то замолкал. Шел за добавкой каши. И кашу снова в рот толкал, чтоб стал быстрее я старше. Его уж нет. А я большой. И вдруг я докумекал. В тот день был самый главный бой за звание человека. А вы говорите гармошка. А вы говорите колхоз. А вы говорите человек из народа. Ну и кто теперь будет возражать против того, что я говорил выше? Вот после таких стихов надо идти шмякнуть. Ну, грамм сто, как минимум. Я думаю. А нам эфир еще вести. Давай переключаться будем. Вот Денис Козельский пишет. Игорь, на одном из концертов вы с Андреем Князевым спели песню «Лесник». Чья это была идея? Моя. Моя. Да ладно. Да, заходил. Что, зашел к Андрею и говоришь, так, чувак, я хочу с тобой «Лесника спеть». Позвонил, говорю, да, Андрей. Говорю, так и так. Пятилетие заходит творчество. Ну, то есть концертной деятельности. Вот. В том числе такой, ну, как сказать, песенка «Байнеры», по большому счету. Ну, как, известности, да, ее. Но на самом-то деле песни было две. То есть вот Леха Ляхов выкладывал две одновременно песни. То есть и на кухне в Глиниче он записывал две песни. Сначала, как раз-таки, он записал «Лесника», Вовь, Буравлева, вот там же, ну, когда он пришел. А уже потом говорит, давай теперь про комбайнера. Вот. То есть они, две песни были, ну, как сказать, записаны рядом. Вот. Я ему говорю, что у нее тоже как бы пятилетка, в моем варианте. То есть как я на гармошке там в интернет выложил, в какую-то мере говорю, давай споем. Он согласился, за что я ему очень благодарен. Мне было интересно бы комбайнеров его исполнения услышать. Ну, просто вот князь и комбайнер, да, со всем своим драйвом. Ну, нормально. Комбайн, когда грохочет. Так, чтобы не запикивать. Там такой драйв. Просто мне интересно. Когда барабан крутится. Да, надо было... Был он у нас тут на эфире не так давно. Надо было... Не знал, надо было ему предложить эту историю. Я имею в виду, он был в дневном эфире, в линейном, не в живых. В линейный эфир забегал к нам на радиостанцию. А, эх, во время стихотворения потекла слеза. Игорь, спасибо. Но это правда. Где-то можно... Вот Юлия Усова, которая пишет, что пока еще в фанаты не записалась. Я думаю, что после этого стихотворения Юлия Усова запишется в фанаты. Где-то можно стихи найти? Спрашивает она. Так, да, на нашем же канале, на Ютубе, вместе с песнями. Мы с Лехой туда это дело все засняли. Нет, а книга-то у тебя, которую ты в свое время презентовал. А, так это не стихи. Нет, нет, я сейчас хочу... Да, книга-то была, но они стихи... А вот стихи, чтобы ты издал стихи. Так у меня стихов-то практически нет. Да ради одного этого стихотворения можно целую книгу издать. С твоими иллюстрациями, как и та, которая была. Ну вот. Ну, два стиха у меня пока только еще. Ну, еще про оленеводов, но это ладно. А что про оленеводов ты не хочешь? Да, а я, кстати, уже, наверное, подзабыл. Я давно не читал. Я уже где-то год его, наверное, уже. Потому что она же шуточная такая. У тебя все шуточное по жизни, мне кажется. Ты вообще надо всем умеешь удивительно посмеяться. Вот удивляюсь, у меня слов нет. Вот я сейчас сижу и ловлю себя на мысли, что я... Что такое талантливый человек, да? Прочитал стихи сейчас. Стихотворение, от которого все внутри перевернулось не только у меня, я полагаю, а у всей студии и аудитории, которые слушают. Например, Елена Шаталова пишет, снимаю шляпу, аплодирую стоя, смахиваю слезу. Спасибо еще огромное. Пойду искать стихи растеряев. А у него их всего два. Одно про Берлин, другое про оленеводов. А про оленеводов мы не выкладывали на наш канал. Тем более одно, получается, можно найти в интернете. Так самое интересное в этой всей истории, что он вообще не считает это чем-то важным, что ли. Да у меня их всего два. То есть ты понимаешь, что ты переворачиваешь сознание людей совершенно нереально, абсолютно нереально, даже не включая, по сути дела, никакого другого ресурса, кроме собственного обаяния. Вот ничего больше. Ты понимаешь, как ты умеешь и действовать на людей, и влиять на людей? За счет своей, мной любимой гармошки, чайка, естественно. Ну и за счет своих текстов. Я тоже обожаю чай. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Да. Ты это понимаешь или нет? Или для тебя это тоже вроде бы как такой момент? Ну да, типа ладно, ну хорошо. Ты как засыпаешь вообще? Засыпаюсь все время поздно. Кстати, из-за этой... В смысле величия не засыпаешь? Не-не-не. Почитавшие таких людей, как Виктор Астафьев, Башлачев, можно заснуть с чем угодно. На не смысле величия. Это точно. Ну вот. Ай, господи, прости. Да, растеряя их точно, гений у Семена Дональевич пропал. Алена Рукасова пишет. Это правда. Я всегда снимаю шляпу перед очень талантливыми людьми и считаю, что вообще творческих людей любить нужно. Любить, холить и лелеять, что называется. А когда у человека талант зашкаливает, ну, это прикосновение к чему-то очень высокому. Сейчас я не про твой рост, я про высокому с точки зрения творчества. Эх, надо петь. Так, а что будем петь-то? А я понятия не имею. Ты меня спрашиваешь. Ну давай что-нибудь весёлое. Ну давайте что-нибудь вообще такое разухабистое. Давай. Просто песня называется Плесовая, да. Плесовая, да. Надо песню сочинить, написать, Чтобы просто под неё танцевать. Чтоб до утра, А в дикой плеске ушататься в драмах, Чтобы мог попеть буквально любой, А слов не надо, лишь мотив заводной. Эх, дай-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля А это значит старику хорошо Двери на стол А понимают эту песню без слов Чем мудрить-то тут пиши, не пиши А слов не нужно в пляске русской души Эх, ла-ля-ля-ля-ля Эх, ла-ля-ля-ля Пиши, не пиши А где-то там Спросят, что это за шум, что за гам Это просто мы в ушанках идем А с балалайкой и ручным медведем И можем в танки потом На гастроли в городок Вашингтон Нас, наверное, там заждались уже И мечтают о большом кураже Су-ра-ля-ля Эх, ледрить-колотить Надо мелко ревать до грусти Надо песню сочинить, написать Чтобы просто под нее танцевать Жизнь до утра И в дикой пляске ушататься в дрова Чтобы мог попеть буквально любой А слов не надо, лишь мотив заводной Чтобы мог попеть буквально любой Слов не надо, лишь мотив заводной Ле-ля-ля-ля-ля-я Ле-ля-ля-ля-ля Эх, ла-ля-ля-ля Буквально любой Местца Тупанина Типа Типа И flare-ля-ля-ля Буквально любой Местца Тупанина Типа Типа И еще хочу тебе Отдельную благодарность Выразить от наших маленьких хлопочек Они там вот под столом Я даже сейчас не топаю для них Чтобы они начинали хлопать У тебя всегда понятно, где надо аплодировать Всегда четкий, конкретный, выверенный финал Все, вот тут и начали Сообщение вот какого характера Только вот латиница написана Сейчас попытаюсь имечко прочитать Сан Санчос, видимо, так зовется человек Имея в виду его ник Игорь, спасибо большое за ваше творчество На гитаре в компании Горланю Комбайнеров По мнению всей моей честной компании Это лучшая песня в моем скромном репертуаре Остальные песни Что-то у меня не выходит Бары я не умею брать Друзей подбил на концерт Шесть билетов уже на руках Ждите Бары не умеют брать Поэтому ему проще петь Комбайнеров под гитару Понимаешь? На гармошке тоже бары сложно взять На гармошке темпу очень сложно взять бары Мне так думается 4647 Это короткий номер для ваших смс Сначала свои пишите Пробельчик А потом уже ваше сообщение Вот, например, смс-ка такого характера Игорь, привет! А если бы к вам обратились с просьбой Помочь ребенку Который пытается научиться играть, как вы Вы бы откликнулись с помощью? Спасибо! В смысле, показать, куда нажимать? А, то есть учить не надо? Так, ну как, какой из меня учитель-то? Я вот знаю вот по гармошке Вот шесть положений вот здесь вот Ну вот раз-два-три И вот раз-два-три Собственно говоря Вот это басы как бы Для чего нужны остальные вот эти кнопки? Ты не знаешь? Я не знаю Ну вот А здесь я подбираю все Ну как бы по этому, по слуху Ну примерно То есть мелодию Квадрат или как там называется Подбираешь А дальше уже начинаешь Подбирать тут, наверное, две октавы Я не знаю, как называется Ну короче, тут можно пониже играть Вот тут наверху А там повыше А там повыше Вот смотри как Тут пониже, тут повыше А тут шесть кнопок А все остальные я не знаю для чего А так как бы Ты сейчас прикалываешь себе серьезно? Я серьезно говорю Так вот она гармошка Три ряда, да? Вот основные Вот они Раз-два-три Тут раз-два-три Всего двенадцать кнопок Вот на которых ты играешь А остальные? Эти кнопки, они, наверное, какие-то вспомогательные А, может они тоже, вот они тоже нажимаются Вот смотри, вот эту вот Основную нажимаешь И тут две кнопки тоже ныряют Ага Я не знаю, может там какую-то можно брать Септаккорд? Неплохо, неплохо, да Что-то типа Он удивился Удивился слов сочитания Что-то типа септаккорда, наверное, можно там все-таки взять Ну, в общем, я думаю, человек все понял уже Например, нет обучения на гармошке Все совершенно ясно Пока обхожусь, да Да А Игорь, расскажите, как создавался клип про детство? Спрашивает кто там Клип про детство создавался как? Ну, написалась песня про детство Вот И я сразу понял, что это будет, как сказать, проблема Потому что снять ничего такого, как сказать Ну, короче, я понял, что надо рисовать мультик Потому что все вот эти детали Потому что эпоха, она уже, как сейчас оказывается, она вполне историческая То есть практически тех предметов, даже одежды, мотоциклов, техники Да и попросту каких-то вот предметов даже быта того же Его сейчас уже нету Да, то есть когда там было, казалось, что какое-то там безвремение Что это какой-то ширпотреб А сейчас смотришь, а назад оглядываешь и понимаешь, что 90-е годы Это совершенно четкая эпоха, очень четкая, как сказать, ну, картина Узнаваемая Узнаваемая, да То есть совершенно невозможно сейчас нарядиться в нечто подобное И пытаться куда-то ехать на мотоцикл Ну, короче, рисовалось это гелевой ручкой Несколько месяцев Вот, сроки, надо сказать, заваливались постоянно То есть я приехал из Глинища Вот, и уже должен был, как сказать Человек, который это все двигает, анимирует, уже должен делать Потому что я рисовал все рисунки, а он, соответственно, им придавал, как сказать Движение Движение, да, ну, я посмотрел, мне это не понравилось Вот, и я говорю, надо делать динамичнее Все там вставили в самые такие динамичные места У него не было времени, начались какие-то там Ну, в общем, как обычно, нормальный такой процесс мультипликационный Ну, в итоге вроде так сделали Потом со звуком этим стали колдовать Тоже Ну, получилось тебе то, что получилось, тебе нравится? Да, в принципе, да, наверное, нравится То есть получилось, наверное... Сомневаешься? Не-не, нормально получилось Ну, очень много нервов пожглось просто Это нормально Это нормально Когда нервы жгутся, я понимаю, что без этого не обойтись Тяжело работать иной раз, потому что ты сам не знаешь, чего тебе надо Вот мы когда вот этот клип-поезд делали, да Оказалось бы, песня такая, она, как сказать Ну, запростецкая-то, по большому счету Такая какая-то, если есть там какая-то философия То не все ее, по крайней мере, понимают А крови у нас по пилу он очень много Потому что Потому что ты не знаешь просто, как делать Вот И в итоге мы решили просто меня из клипа убрать Ну, как лишнее Вот Просто пустить песню немножечко фоном Нет, точнее, я фоном Вот, то есть То есть песня-песня, а ты фоном Нет, я имею в виду, что картинка идет, а меня в кадре Ну, нету поющего Вот И это, кстати Лучше В принципе, пошло ей, я думаю, на пользу Потому что когда там появлялся таки парубок с гармошкой С таким героическим взглядом в камеру Вот, в вагоне товарном Это как-то не очень канала Вот, как-то Ну, выглядело так, что замах на рубль, а удар на копейку И поэтому просто скромно меня оттуда, значит, убрали И просто пустили И получилась такая относительно добрая, незатейливая история Вот и все Поэтому очень тяжело всегда понять Понять, что надо Ну, в общем, нет Понять, что надо, действительно, бывает сложно Когда понимаешь, нужно это делать Андрей пишет вот, что Позвонил шефу Сказал, что мне нужен отпуск Причем срочно Отработал-то я всего полторы недели Он спросил, ты сошел с ума Я ему говорю, свое.фм Шеф перезвонил, сказал, круто Но отпуск не дал В деревню я нескоро, значит, поеду Ну, вот Андрей раньше просто писал, что слушает твои песни И жалеет, что уехал из деревни Ага, а мы даже можем сейчас песню про это спеть А вот я и да, я и думаю, что ты, наверное, что-нибудь найдешь Ну, я не помню, мы про Дьвову Слышкина пели в эфире Не помню, по-моему, нет По-моему, нет Сейчас поем Льет из крана черная вода На душе таска и суета Я сомнения от себя гоню Дяде Вове Слышкину звоню Дяде Вова плохо мне совсем На работе тысячи проблем Сел айфон, машина подвела Расскажи, а как у вас дела? А у нас все хорошо, все у нас нормально Дома вот сижу, идут дожди Кругом размыло капитально Сегодня борщ варил, лавровый линск Лишни в воду бросил Взял его, да выкинул в окно Все равно ведь осень Дядя Вова полный кавардак Не пойму я, кто мне друг, кто враг Кто подставит ногу, кто плечо Понимаешь, а у вас там че? А у нас все очень хорошо А ветер дует с юга Появился в речке то лесом, то большая щука На крючок червяя насадил А раз пятнадцать плюнул Ну а этот сучий крокодил Взял, да и не клюнул Дядя Вова, может мне к врачу Сам не знаю я, чего хочу Депрессантов всяких им горстят А у вас какие новостя А у нас опять все хорошо Замели метели С корешем гудели мы Целую неделю А потом ему я в рог Двинул че-то с дурой Ну ему полезно только впрок Пусть знает десантуру Дядя Вова, я тебя достал Но поверь, что правда, я устал Где же в жизни счастье провода Как мне жить и че мне делать так Игорек, прости, но у меня подгорают пышки А может вам там нужно жить слегка Как дядя Вова Слышкин Был ты раньше как-то пободрее А голос подопевней Брось-ка ты все эти города Приезжай в деревню Четко, чисто, конкретно попал Отлично Что касаемо деревни Тут тоже вот народ начал говорить о том Что в деревню прямо сейчас хочется Прямо развернуться и поехать Денис Ефимов написал Не планирует ли Игорь Интересный вопрос, кстати Запустить линию одежды в свою Например, ватники от Растеряева Думаю, прикупил бы себе и друзьям в подарок Вот недавно своему коллеге по работе Вот моему другу Вадиму Дал вчера яловые сапоги Вот у него какие-то там съемки Наметились вот И он захотел, ну яловые сапоги У меня как раз, да В Яловых ходишь? Не, было Я всю жизнь играю сам Солдаты в институте Я понимаю, но до блеска они же чистят Рыбак, рыбак, да Поэтому у меня этого Ватников всяких этих Всю жизнь всем раздаю ватники Но не думал еще, да, линию одежды? Я думаю, вряд ли Линию одежды, да А почему нет? Да потому что, как говорит моя Мама, у меня и папа, собственно Тоже у меня проблемы с вкусом Ну в одежде я имею ввиду Тебя? Конечно, да Поэтому, собственно говоря Ну это с детства повелось Я очень любил, кстати Ходить в школу в валенках Вот у нас в ватниках Так вот твоей линии одежды Все это подобревалось Соответствующим чтением Такой книги, как Ленька Ахнарь Республика Шкит Ну и просмотром соответствующих Телевизионных фильмов Когда шли, типа, зеленые цепочки Ну и все такое Ну вот Где там ходили всякие Во всяких лохмотьях Да понятно По-моему, шикарные линии одежды Почему-то мне это очень нравилось Вот, собственно говоря Это у меня были герои Я всячески старался на них походить Возникали курьезные ситуации Вот Когда меня отправили в художественную школу Вот, ну вкус у меня своим не изменял И пытался под кроссовки Которые у меня покупали Все-таки напялить обмотки и портянки Вот, за что возникали вечные скандалы В общем, как модельер, я думаю Тут вариантов никаких Ну ты, мне кажется, сейчас немножко себя Ну, как сказать, преуменьшаешь Ты не обязан быть модельером Линия твоей одежды Это линия твоего имени А кто тебе там эти модели Не-не-не, не надо Сам хочешь Хотя да, он все делает сам Он рисует сам Сам песни поет Поэтому ладно Тогда никому другому не отдашь Понял Иван Петров написал, что Наконец вышел с работы Давно, правда, написал Но, тем не менее Наконец вышел с работы Надел наушники Иду, слушаю эфир Улыбаюсь во всю улицу И от удовольствия пританцовываю Люди как-то странно на меня смотрят Не поймут, что это такой веселый А откуда им знать, что я слушаю Настоящего гения русских слов и мыслей Даже решил пять километров до дома Пешочком пройтись А не ехать на транспорте Спасибо большое, Игорь, за эфир Спасибо Сергей Каток спрашивает Вопрос В каких спектаклях сейчас занят Игорь И как все успевает Ведь гастрольный график плотный И как отдыхает, если хобби Спасибо Собственно говоря, не могу сказать Что какие-то проблемы с театром Есть и вообще когда-то были Потому что у нас же как На любой роли два человека обычно То есть напарники всегда Подменяют Выручают Да, а я их, соответственно Когда им надо куда-то Вот и все Один раз был, правда, случай Когда это не прокатило У меня утренник был Надо было играть в «Волка» А вечером у него как раз был Большой концерт в Питере В клубе Вот и я уже, значит, звоню Напарнику говорю «Колян, слушай, выйди за меня волком» Ну никак вообще Мне тут, ну, надо беречься По всякому Я еще прибаливаю Он говорит «Извини, Игорь, но вот сегодня Точно не могу Перевожу теща шкаф» Вот и я понял Что дело серьезное Что отступать некуда И вот пришлось с утра В «Волка» сыграть Вот, а потом уже бежать Распиваться Тяжелой был денек А так обычно все Укладываемся Ну, хорошо В любом случае, значит, как-то Оно складывается И то И то хорошо Слушаю, становится Как-то спокойнее Даже все рабочие нервяки Отпускаются Заодно распутало вязание Которое запутало Под «Химеру» Ну, группа «Химера» У нас тут недавно была Да? Да, Юля запутала А теперь распутала Стоп, стоп, стоп «Химера», «Химера» «Химера» Сейчас ты пока вспоминаешь Не-не, я вспомнил Там же солист вроде как Ты не про ту «Химеру» А, это же не та «Химера» Другая «Химера» Она вообще другая Это вообще московская «Химера» А, московская «Химера» Ариевская, так сказать, порождение Марина Низола пишет Отлично, эфир Давно такого шикарного общения С Игорем не припомню Привет, Марине Игорю поздравления С первой пятилеткой И творческих успехов Привет из Запорожья Спасибо Это твои запорожские фанаты? Ну, фанаты Это мои давние запорожские друзья Давай так Которые частенько, кстати, были на выездах Вот Вот А вот ты Кто это? Сейчас я Амкимочкин Амкимочкин, наверное, так ставите Дарение Игорь, спасибо большое За замечательный концерт На Петербурге 27 сентября За неожиданный сюрприз с князем Ну, понятно Мы уже о нем говорили А планируешь ли ты еще спеть До этого с кем-нибудь? Собственно, у меня никогда Такого специального Вот не было, чтобы я планировал с кем-то петь Просто это спонтанно возникает По каким-то вот датам, событиям Вот сейчас вот было пятилетие Ну, так вот Грубо скажем Песни «Комбайнеры», да? И, соответственно, пятилетие песни «Лесник» То есть я вспомнил, что они вместе вышли Собственно говоря, записались Я сразу же позвонил Андрею Говорю, давай Ну, и вот так вот получилось То есть было, что когда песня «Ростов», допустим, там, вышла Да? Вот как-то вот С пилотом так получилось, что спели С Александром Феликсовичем «Русскую дорогу» Как-то у него на юбилее исполнили Вот и все Это были такие Очень, ну, мне, так сказать, понравившиеся Такие, так сказать, эксперименты Слушай, вот сейчас тебя сдают с потрохами Так Некоторые слушатели Вот об этом я не знал И я этого таланта в тебе не слышал Женя Федоров пишет Мы недавно были с женой в Буфе На спектакле С участием Игоря Он там рэпера играл И битбокс рубил Талантливый человек талантлив во всем Ты битбоксишь? Да нет, ну так, чуть-чуть Ну, покажи Ты как же можешь не показать? Показывай С гармошкой, что ли? Не знаю Я не знаю Ну, просто Ну, что-то такое Ну, это Несерьезно Что-то такое Это несерьезно А сейчас с гармошкой можно, да? Ну, что-то типа этого Нормально можно залудить Да, в принципе Вся задачи А под конец так Ай, браво Ну, я же говорю, что действительно В человеке все должно быть прекрасно Даже битбокс Вот я не умею, на самом деле Да я тоже Все, что знал, показал Шесть кнопок, которыми я пользуюсь Остальных не знаю И, в общем, с битбоксом тоже примерно так И все Знаешь что? Надо бы Сейчас, секундочку Напомните о концерте? Давай-ка еще раз напомним Да Когда где? 24-го Так Как выяснилось, это суббота Так Клуб Red Club Восемь часов Ребята, приходите Пять лет Всему этому Так сказать Изобразию Пять лет на комбайне Да, если так можно сказать Ну, вот С удовольствием Попоем Все, что старое Новое Все, что успел придумать За пять лет Ну, в любом случае Информацию все об этом концерте И билеты, кстати Оставшиеся Как я понимаю, их там осталось совсем немного Можно приобрести через сайт На сайте, да, можно Или через группу Официального сообщества ВКонтакте Так что Идите быстренько Затаривайтесь И в субботу проведете Вечер В субботу проведете В шикарной Замечательной компании С хорошим человеком С битбоксером Рэпером Игорем Астеряевым Надо, наверное, что-то петь еще Давай Давай А чего будем петь-то? Да буквально Ленточку споешь? Давай я спою Народ просил ленточку Давайте споем ленточку За окна Весенний лес летит Я еду в ленинградской электричке Напротив меня девочка сидит С георгиевской ленточкой в косичке Сегодня эту ленточку носить На сумке можно Можно в виде брошки Но я прекрасно помню И без лент Как бабка Не выбрасывала крошки Как много лишнего Мы слышим в дни побед Да только этой патоки С елеем Не очень верят те Кто в десять лет Питался в основном Столярным клеем А время умножает все на ноль Меняет поколение поколением И вот войны подлеченная боль Приходит лишь весенним обострением Над этой болью Многие кружат Как воронье Как чайки И так рады Как будто свой кусок урвать хотят Бетонно-героической блокады Я еду в поезде Смотрю на все подряд Покно на девочку С прекрасными глазами А за окном Солдатики лежат И прорастают Новыми лесами Проезжая зловещие места Там, где человек Главное богатство Недр Где еще с войны Бойцы лежат По трое на один квадратный метр Там везде шаги Там голоса Чудные огонечки По болотам Тени По ночам Тебе поют Как будто просят И хотят чего-то Откопай меня, браток Я вершинен Саня Пятый минометный полк Сам я из Рязани Много ты в кино видал А солдаток версий Сейчас послушаешь мою Эх, будет интересней Начнут они пищать На языке Столов не на молок Хочешь убежать Но впереди Они опять мелькают Между елок Откопай меня скорей Умоляю снова Я Маршанников Сергей Родом из-под Пскова Адресок мой передай В родную сторонку Восемнадцатый квадрат Черная воронка А под утро все взревет Полетит куда-то И попрет на пулемет В штыковую с матом И деревья в северах дном Ввысь растут колени В этом славном боевом Месте преступления Расчудесный уголок Не леса, а сказка Наступил на бугорок Глядь, а это каска Чуть копнул И вот тебе котелок Да ложка И над этим надо всем Ягода-марушка Над землей месяц мая Молот и прекрасен Электричка подъезжает К станции Апраксин В небе караван гусей Скоро будет лето Девочка в своей косе Поправляет пенту Субтитры создавал DimaTorzok После этой песни должны быть долгие, бурные аплодисменты и овации, не стекающие минут 20 Это гениальное произведение Так вот, Антон Прокофьев А, да, вот что пишет Я не очень понимаю, о чем речь Видимо, он занимается сочинительством музыки другого характера Пишет вот что Очень странное ощущение Все время, вот сейчас во время эфира обсуждаю оперу Но при этом слушаю растеряева И какая-то опера очень в солидности теряет По скрипту мастих очень тронул Спасибо Александр Кирьянов после написал Здравствуйте, некоторые песни Игоря похожи на удар под дых Правда, с небольшим отличием Дыхание, да, становится прерывистым Но взгляд проясняется Горизонты выравниваются На душе становится как-то правильно Вот георгиевская ленточка Такую песню не напишешь только по причине ловкого, изворотливого ума Богатого исторической информации и специальной военной терминологии Такое должно болеть На концерте у Игоря я не был Но несколько лет назад мне довелось коротко пообщаться с ним Посредством сообщений ВКонтакте Есть такое расхожее мнение, что к известным людям лучше близко не подходить Можно испытать разочарование от несоответствия того, что ты себе Об этом человеке представлял И какой этот человек оказался на самом деле После переписки с Игорем я эту сентенцию теперь разделяю не вполне Так вот Тогда Игорь мне написал, что одна из его бабушек из Казахстана А еще точнее из города Петропавловска Кто не знает, помимо города Петропавловска-Камчатский Есть еще и просто Петропавловск, свой собственный Не Камчатский, Казахстанский Я тогда не поинтересовался у Игоря Почему-то тогда мне этот вопрос показался неловким Хотя мне было очень интересно Мне сейчас этот вопрос почему-то кажется неловким Но мне до сих пор очень интересно И я хочу воспользоваться случаем и спросить А то или бабушке он пел в песне Георгиевская ленточка И те два солдата, от имени которых в этой песне поется Вершинин Саня и Мошанник Сергей Реально ли эти ребята были? Просто у Игоря в песнях нередко поется о реальных людях Конечно же, к песне Георгиевская ленточка уже ничего не прибавить Как и не убавить Но ответ на этот вопрос лично мне добавит Еще немного красок в полотно песни Георгиевская ленточка Спасибо, Игорь. С удовольствием отвечу Бабушка тоже родилась в Петропавловске На самом деле они с Дона Это отцова мама И она там только родилась Они обратно поехали на Дон Где уже начинались колхозы Их там дружно раскулачили Она к песне Георгиевской ленточки не имеет отношения Песня Георгиевской ленточки сугубо написана под впечатлением ленинградскими Впечатлениями питерскими Бабка, которая не выбрасывала крошки Это на самом деле моя прабабушка Зинаида Васильевна Которая в блокаду уже было 31 год на момент начала Она работала Потеряла мужа, собственно, моего прадеда На пескаревке похоронена вечного огня В 10 лет питалась в основном столярным клеммом Это моя бабушка, которой сейчас 83 года Дай ей Бог здоровья Вот, Тамара Петровна Вот, а имена солдат, от которых идет повествование Они вымышленные Я их нигде не брал Они просто мне как ударили в голову Пришли и пришли Просто пришли и пришли в голову, да Но у меня тоже есть такой солдат в роду Это родной брат моего прадеда То есть мой двоюродный прадед Который в первые же дни войны Также без вести пропал как раз под Ленинградом И поисковики, вот в последнее время Я им послал фотографию Она одна осталась, сделана в военной форме Они очень быстро по погонам, по каким-то лычкам Выяснили звание Они как-то установили там по призыву Даже чуть ли не полк Или вот эту дивизию, которая стояла Они даже примерно установили места То есть говорят, или это дивизия, или это То есть они вот как раз попали в самые опасные места В самые жуткие Когда фашисты прям с запада Со стороны Кингисеппа, Волосова Откуда, кстати, они родом у меня Питерские Наступали их там, похоже, где-то смели Они там и лежат Никто уже, не знаю Без вести до сих пор пропавших Потом песня Георгиевская леночка Она личностно блокадная Вот моя С другой стороны, друзья у меня Как сказать Участвовали в этих поисках И совершенно не было никаких поисковых отрядов Они были, ну, не из тех ребят, что там в поисковых отрядах В 90-е годы обычные пацаны Один с Киришей был Ну, так, полу-Киришский, полу-Питерский Сейчас, к сожалению, нет Вот, с Аштами небесные Василий Вот, второй сейчас в Германии живет Как раз Женька Курмакаев Кстати, я все время говорю, что вот эта строчка Я наступил на Бугару Глядя, это каска Это его прямая речь Во время, после одного из походов Когда они мне вот это все дело рассказывали Питом, пацаны в 15 лет знали полностью Название дивизий Отрядов Кто где выходил с окружения Кто был командующим То есть, у них информация, у них как карта была в голове То есть, они вот по этому вот Волховскому рубежу Вот по этому фронту Вот, где-то вот эти все котлы Станция по гости Как раз вот то, про что песни Они очень хорошо разбирались Надо заканчивать уже И тут дальнобойную просят Я не знаю, будешь ты ее петь или нет Ну, а почему не успеть, если просят Она финальной тогда будет Костя Кулясов, группа анимации, ты знаешь А пишет Вот, надо же, моя бабушка из Петропавловска Да я тоже езжу туда постоянно И говорю, в студии Привет Они на Целину поехали На самом деле с Дона Вот И когда у них этот отец помирал Он говорит Куда угодно возвращайся, только не на Дон Вас там раскурочат Так оно и вышло Завтра в программе Живые группа Декабрь А Игорь Истеряев заканчивает свою программу К сожалению, время вышло Да Спасибо Песню поем Конечно Всем дальнобойщикам Посвящается И просто кто в дороге Трасса Трасса как струна Пролегла в лесу Поморгал в ночи Кореш на мазу Был вчера в степи Сегодня за окном Сибирский кедр Вот такая жизнь В среднем Три рубля за километр Повороты резки Горы перелезки Дома не бывать по две недели В юге до метели Добрые и злые Груженые пустые Все мы тянем данную судьбою Лямку дальнобоя Подошел к посту Улан-Удэ Дать пришлось мзду Е-б-д-д-д-д Полная луна Катится над федеральной трассой А ямы за весь год А так не закатали Милая, я еду Накрывай-ка бедом Я почти уже с тобою В пробке под уфою Был давно с тобой бы уже рядом Впереди тащится ноль пятый Нагрузил он очень много груза Тридцать тонн арбуза Спать хочу нет сил Мочи больше нет Позвоню в эфир Передам привет Доброго пути Кто рулил по трассам хоть немного Песня вдаль летит Расскажи про дальнюю дорогу Повороты резки Горы перерезки Думай не бывать по две недели В юге до метели Добрые и злые Груженые Пустые Все мы тянем данную судьбою Рямку дальнобоя Редактор субтитров А.Семкин